Лагерь настоящих героев и Центр Вангард, современную кузницу молодых патриотов, с рабочим визитом посетили сенаторы Российской Федерации. Все продумано до мелочей. Обучающие программы, современные корпуса, питание и медицина. Парламентарии ознакомились с ключевыми аспектами пребывания детей в лагерях. Нареканий не возникло. Дети здесь занимаются и военной подготовкой, и школой выживания здесь, и школой разведки, и школой тактической медицины, и конструирование, и досуговая очень хорошая история, и просмотр фильмов. И к ним приглашают интересных спикеров, интересных звезд, героев, которые делятся своими впечатлениями, своим жизненным опытом. В авангарде и лагере настоящих героев внимание уделяют не только здоровью и комфорту ребят. Главная задача наставников – сформировать духовный стержень в детях, показать им правильные жизненные ориентиры. Мы немножко пообщались с ребятами. Хорошие детки, осознанный взгляд, понимаемые цели. И, наверное, это самое главное, что здесь делается. Потому что, когда мы приходим в подобные учреждения, ну, я всегда говорю, что мы приходим в будущее. Потому что от работы системы образования, патриотического воспитания будет зависеть будущее страны. С каждым годом лагери настоящих героев и Центр «Авангард» развиваются. Наставники постоянно улучшают программу и адаптируют ее под реалии современной жизни. Сейчас в «Авангарде» у ребят началась первая летняя смена. Особенная. Она продлится 10 дней вместо привычных детей. В отличие от тех школьников, которые приезжают на пятидневные сборы по начальной военной подготовке, у ребят, которые находятся здесь на 10-дневной смене. С одной стороны, есть возможность более углубленной изучать те дисциплины, которые будут преподаваться. А с другой стороны, есть больше времени для реализации своих творческих и спортивных возможностей. Встреча получилась насыщенной и информативной. Гости назвали лагерь настоящих героев и Центр «Авангард» образцовыми учебно-досуговыми учреждениями. И отметили их как позитивный пример для развития по всей стране. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».